Друзья, ну что, начну с трюизма. Треугольник мы пробили. Пробили не то, чтобы слишком уверенно, но тем не менее, порядка 900 долларов в разбросе у нас было. Объем не колоссальный, но с учетом того, что это был выходной, и кстати опять, пока Америка или уже спала, или кто-то собирался спать в преддверии начала рабочей недели, вот как раз вот такие штуки и происходят, уже не первый раз. Апдейт по целям, куда идем? Ну, в плане роста целей выставить было куда сложнее. Если говорить о вот этом в кавычках в Импере, то мы можем дойти где-то до 10 тысяч. Тут, кстати, один товарищ, Оскар Маев, к позапрошлому видео оставлял комментарий по поводу того, что у меня тут треугольники неправильно нарисованы. Ну и вот как-то вот так вот, наверное, он хотел, чтобы они были сделаны. То есть первая точка от максимума, вторая точка после падения вот здесь вот. Ну и вот этот треугольник должен быть как-то вот так, я думаю. Фактически он прав, да, так было бы логично его строить. Но кому интересны мои мысли, почему я сделал это по-другому, прошу почитать комментарии два видео назад. Но вообще должен сказать, что мне очень приятно видеть комментарии людей с такой эрудированной точкой зрения. Поэтому спасибо Оскару. Кстати, там два даже Оскара у нас комментируют периодически. Друзья, призываю вас, если у вас есть какие-то интересные мысли, если вы готовы предложить критику, желательно конструктивную тому, что вы видите в подобных видео. Все это только приветствуется. Буду рад вашим комментариям. Чем больше, тем лучше. Еще раз спасибо, Оскар. Но даже если по этому треугольнику мы примерно построим точку выхода цены после его пробоя, основываясь на его высоте, то примерно мы получим где-то 9,650. До такого уровня должна дойти будет цена. Вообще, друзья, если вы посмотрите на вот эту вот формацию, она очень похожа на вот эту вот штуку, которая была при пробое 4 с небольшим тысяч и выходом на 5 тысяч. Практически та же самая величина и очень похожий паттерн. То есть вот она, свечка практически на 1000 долларов, потом падение, небольшой откуп вверх, коррекция и потом снова идем вверх. Что мы видим сейчас? Свечка, ну тут две свечки часовых почти на 1000 долларов, коррекция. Тут, конечно, вот эта часть немного растянута во времени, но тем не менее, очень похожа на то, что было до этого. Что это там? Алгоритмы работают, трудно сказать. Данных, конечно, ни у кого таких нет, но тем не менее. Один из вариантов развития событий это то, что мы пойдем вот примерно в таком боковике дальше, перед тем, как пробьем уже окончательно его на тот уровень, который ожидается. Ну и надо, конечно, сказать, что если рост этот будет фейковым, о котором мы говорили пару видео назад, то нас будет ожидать движение вниз и при пробое сначала уровня 8400, потом вот этой вот зоны, потом вот этой вот линии можно будет ожидать тех самых коррекций, о которых мы говорили. Поэтому такой вот сценарий на медвежьей развитии событий. Должен сказать, что для всех адептов, свидетелей гэпов на фьючерсах CME мы сделали еще один гэп. Ну и они резонно заметили, что и этот мы закрыли, и этот мы практически закрыли наполовину, так что этот, ну хотя бы до 8400 долларов мы должны дойти будем, чтобы его закрыть. Не могу сказать, что я полностью разделяю это мнение, но думаю, что люди теперь будут на это смотреть. Интересная штука происходит с доминацией биткоина. Дело в том, что несмотря на такой взрывной рост, она хоть и выросла там порядка на 1%, но потом альты очень-очень быстро откатились чуть ли не назад, куда и были. И сейчас происходят такие колебания, то есть биткоин, несмотря на такой рост и выход сильный после такого затяжного относительно движения в боковике, он не вытесняет альты таким образом, как он делал это там вот здесь и до этого. То есть по-прежнему, несмотря на то, что вот этот треугольник уже недействителен, ну какой-то паттерн консолидации здесь можно выделить с возможным продолжением его в виде пробоя движения вниз. Хотя, конечно, торговать его точно я бы не стал. Ну и наконец хочу отметить недельный таймфрейм. На недельном таймфрейме мы получаем стахастический осциллятор уже выше всех тех предельных значений, которые у нас были до этого. Ну почти выше. Вот сейчас подбираемся к историческим максимумам. Конечно, мы можем сделать что-нибудь вот подобное, еще поболтаться, но понимаете, что чисто с эстетической точки зрения такая халява вечно продолжаться не может. Чем больше мы продолжаем вот такой вот безумный рост, причем без сильных откатов, которые не дают разгрузиться осциллятору, тем более, вероятно, еще более глубокое падение не на 30-40%, а даже заметно ниже. Хочу еще обратить внимание ваше на RSI. Посмотрите, в какой зоне сейчас она находится. То есть мы подбираемся к вот этим предыдущим пикам. При этом, если вы заметите, на цикле до этого пики максимумы были выше, потом серия пиков была ниже. По идее, на этом цикле серия пиков у нас должна быть также ниже. То есть по-хорошему RSI сейчас на максимуме для этого цикла, с которого уже бы пора идти вниз. То есть как и RSI, так и стокастик у нас говорят о том, что ребята, вы слишком обнаглели. Теперь отметьте для себя вот этот пик. Конец июля, начало августа 2012 года. Мы практически у этого значения, чуть-чуть ниже. Теперь давайте перейдем на месячный таймфрейм и посмотрим, что у нас было 2012 года в августе. А было у нас здесь следующее. Если вы сравните месячные свечки на теперешнем графике и на всей истории биткоина, вот такого вот плавного развития, каждая месячная следующая свеча больше, чем предыдущая, но с какими-то консолидациями здесь, было практически только два раза за всю историю развития цены биткоина. Вот здесь и вот здесь. Вот эта часть как раз в том месте, где RSI у нас принимает те же самые пиковые значения. Давайте, не мудрствуя лукаво, перенесем вот эти вот четыре свечки вот сюда и посмотрите, что мы получаем. Следующая месячная свеча касается уровня порядка 12 тысяч долларов, пробивая вот эту вот трендовую линию, которая была поддержкой и здесь, и здесь, но мы в итоге-то ее пробили. И теперь она у нас как бы сопротивление в логарифмическом графике. Так вот, цена ее касается, но уходит вниз. Как вы видите, эта свечка имеет достаточно сильную коррекцию. Если посмотреть, докуда она доходит, ну это порядка 50%. То есть, после того, как и если цена по этому сценарию дойдет до 12 тысяч, то опустимся мы до наших излюбленных 6 тысяч, потому что, опять же, такой рост, он очень и очень сильный. Впрочем, ненадолго, если дальше пойдет все то же самое, то пойдем еще выше. Второй сценарий, который был похожим на вот этот, это он вот здесь. Давайте посмотрим, как будет выглядеть цена, если мы получим ее вот в таком развитии, даже вот так вот. Как вы видите, в этом случае месячная свечка уже в мае подходит до отметок в 10 тысяч долларов, а именно вот этой вот линии тренда. Мы немного там у нее топчемся, и следующая свечка прорывает эту линию до отметок в 30 тысяч уже в июне. В июле получается 70 с лишним тысяч долларов за биткоин. И так как, ну, это явная парабола с запредельным уровнем наглости, то все это корректируется примерно на 75% до отметок, внимание, предыдущего максимума декабря 2017 года. Несмотря на то, что этот сценарий выглядит очень безумно, но вот эти вот совпадения коррекции после такого роста до предыдущего максимума и заигрывание с вот этой вот линией тренда, как здесь, так и здесь, они, по крайней мере, выглядят очень-очень красиво. Поэтому, друзья, вот эта сказка, которая может стать реальностью, а по факту, если торговать более или менее разумно, то на отметках порядка 9,5-10 тысяч, по крайней мере, часть позиции я бы уже точно закрыл. Хотя, как всегда, неинвестиционный совет, друзья, мое личное мнение. Но шансы подобрать потом после этих отметок коррекцию достаточно велики, на мой взгляд. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока.